Спортсмен Центрального парашютного клуба армии Михаил Мельников влюблен в прыжки и небо с детства. К соревнованиям на Кубок Вооруженных сил России готовился весь летний сезон. В этом году спортсмены из Центрального, Южного, Восточного и Западного округов покажут настоящее мастерство и сразятся друг с другом по ряду упражнений. Точность приземления, групповая и индивидуальная акробатика. Каждый из них, в том числе и Михаил Мельников, надеется на победу. Надо любить просто свое дело и стремиться к результату. Понятно, физическая подготовка, знание упражнений и специфика, отработка. У нас подготовка происходила здесь, в Самаре, на базе Рождественной. Собственно, те же самые прыжки, просто по упражнениям отдельно и так далее. В Самаре соревнования на Кубок Вооруженных сил России по парашютному спорту пройдут впервые. В них примут участие более 80 спортсменов. Торжественная церемония открытия состязаний прошла с участием главы города Елены Лапушкиной. Вице-президент Федерации парашютного спорта России, старший тренер спортивной команды ЦСКА, подполковник Александр Иванов поблагодарил самарский филиал ЦСКА за организацию соревнований и пожелал спортсменам чистого неба, мягких приземлений и высоких спортивных результатов. У нас в формате Вооруженных сил проводится три Кубка Вооруженных сил, посвященные нашим великим военным деятелям, и Чемпионат Вооруженных сил. Четыре военных соревнования, и год заканчивается у нас вот этим Кубком. Соревнования пройдут с 23 по 30 сентября на аэродроме «Кряж». После торжественной церемонии открытия состязаний для дополнительного заряда бодрости и позитива перед официальными лицами, почетными гостями и участниками соревнований выступил ансамбль песни и танца 2-й гвардейской краснознаменной общевойсковой армии «Волжские казаки», вдохновив каждого на победу. Ольга Павлова, Григорий Плешаков, События.